Ассаляму алейкум. Продолжается священный месяц Рамадан, и сегодня мы поговорим о том, соблюдают ли дети пост в месяц Рамадан, и как вообще быть, если ребенок находится в школе. Итак, священный месяц Рамадан и пост детей. Ассаляму алейкум 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 алейкум. Когда ребенок совсем маленький, соблюдать пост в Рамадан не обязательно. Пост, как и молитва, становится обязательным только со времени полового созревания. Когда ребенок уже созрел, тогда для него становится обязательным выполнение молитвы и соблюдение поста в месяц Рамадан. Что касается маленьких детей, то, конечно же, маленьких детей даже в мусульманских семьях не заставляют соблюдать пост в месяц Рамадан. Когда же ребенок уже становится подростком, его необходимо приучать к выполнению этого обряда поклонения Всевышнего Аллаха. Вначале детям предлагают соблюдать пост несколько часов в день. Столько, сколько они способны выдержать. Когда ребенок взрослеет и становится старше, многим из них самим интересно быть такими же, как и родители. Точно так же, как и родители вставать на сухур, соблюдать пост в продолжении дня и заканчивать день поста ифтаром. И когда дети становятся уже подростками, во многих мусульманских семьях они соблюдают пост наравне с родителями. И когда они достигают времени полового созревания, они уже полностью подготовлены к тому, чтобы выполнять этот великий обряд поклонения Всевышнему Аллаху. Пока же ребенок маленький, тут существует много возможностей, чтобы приучить его к соблюдению поста в месяц Рамадан. Иногда детям разрешают не кушать, но хотя бы понемножку пить воды. Таким образом, ребенок учится ограничивать себя в чем-то. Другие дети соблюдают пост по несколько часов в день. Им так удобнее. И таким образом, нахождение в мусульманской среде, в кругу семьи, в мечети, с самого раннего возраста приучает ребенка не только к молитве, но и соблюдать пост в месяц Рамадан. В этом году пост в месяц Рамадан выпадает на самые длинные дни в году. Имеется в виду самые долгие солнечные дни. Поэтому, конечно же, пост соблюдать будет трудно. По 18 часов может длиться световой день в наших широтах. Однако, сейчас лето. И дети в основном уходят на каникулы. Занятия в школах прекращаются. И таким образом, ребенок, который находится чаще дома, в кругу своей семьи, он может вместе с родителями посещать мечеть. Он может вместе с родителями приучаться соблюдать пост в месяц Рамадан. И мудрые родители готовят своего ребенка, делая соблюдение поста в виде игры и развлечения. Когда ребенок вначале соблюдает пост в течение одного или двух часов, с каждым днем на полчаса, на час больше. И таким образом, даже во время каникул, ребенок, находясь в кругу семьи, приучается к тому, что ждет его в будущем. Выполнять этот великий обряд поклонения Всевышнему Аллаху. Детям хорошего и радостного поста в месяц Рамадан. Пусть для них это будет интересным путешествием во взрослую жизнь. А взрослым напоминание о том, что даже в месяц Рамадан они не должны забывать уделять внимание своим детям. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум алейкум алейкум. Учите ваших детей соблюдать нормы в месяц Рамадан. Учите ваших детей поститься. Поистине самое лучшее, что может дать отец своему ребенку, это хорошее воспитание. С вами был шейх Саид Исмагилов. Ас-саляму алейкум.